Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Котцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые в наших газетах. В 87 генералов и адмиралов отставки 30 августа подписали открытое письмо к министру обороны Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли с требованием уйти в отставку. Американская некоммерческая организация American Humanity выступила с заявлением, в котором осудила власти США за то, что они не вывезли из Афганистана служебных собак, выполнявших службу в армии. Можете представить? Собаки остались. Министерство образования США начало расследование в отношении пяти американских штатов, которые запретили школьным округам требовать обязательного ношения масок для борьбы с коронавирусом. Основательница компании Theranos Элизабет Холмс, которая 7 лет назад стала самой модной женщиной-миллиардером в мире и до 20 лет тюремного заключения в мошенничестве и обмане инвесторов. Если завести профиль на Фейсбук и через какое-то время про него забыть, можете не сомневаться, он про вас не забыл. К такому выводу пришел обозреватель Washington Post Джеффри Фауэллер. На юге штата Миссисипи из-за урагана Ида образовался провал на участке автострады. Пострадали семь автомобилей, погибли два человека и еще десять получили травму. Посетитель национального парка в Орегоне спас туриста, который получил травму и пять дней выживал без воды в так называемых орегонских дюнах. Альбом «Донда» Канье Уэста, вышедший в воскресенье 29 августа, установил рекорд в возглаве в чарт топ-албум в 152 странах. И все это произошло за 24 часа в течение суток. Дамы и господа, эти темы мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. 87 генералов и адмиралов в отставке 30 августа. Еще подписали открытое письмо к министру обороны Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли с требованием уйти в отставку. Послание было опубликовано на фоне вывода войск из Афганистана. Цитирую, в результате поспешного отступления неизвестное количество американцев оказалось в опасных районах, подконтрольных жестокому противнику вместе с афганцами, которые поддерживали американские силы, говорится в письме. Отставные военные считают, что Остин и Милли должны уйти в отставку по соображениям совести, так как не сделали всего, чтобы остановить, как сказано, катастрофические последствия вывода войск. Последствия этой катастрофы огромны и будут сказываться на протяжении десятилетий, считают авторы письма. По их словам, американцы и афганцы уже не могут безопасно передвигаться к пунктам эвакуации, а некоторые из них, по сути, являются заложниками движения «Талибан». Кроме того, как заявили отставные генералы и адмиралы, террористы во всем мире теперь могут беспрепятственно проникать в США через открытую границу с Мексикой. Ими могут оказаться и недостаточно проверенные афганские беженцы, считают военные. В тот же день глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи подтвердил в беседе с журналистами вылет последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане. Фото с последними американскими военнослужащими, покидающими Афганистан, опубликовал 31 августа 18-й воздушно-десантный корпус США в Твиттере. Цитата «Это была невероятно сложная напряженная миссия, наполненная множеством сложностей с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан», говорится в сообщении корпуса. По данным CBS News, этим военным является генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим самолет С-17 в международном аэропорту имени Хамида Корзаев в Кабуле. Его отъезд, цитирую, закрывает миссию США по эвакуации американцев, союзников и уязвимых афганцев, уточнил телеканал. В тот же день официальный представитель политбюро движения «Талибан» Махамад Наим заявил, что все иностранные военные покинули территорию Афганистана, и теперь государство полностью под контролем талибов. В свою очередь, Управление гражданской авиации США уведомило, что американские военные больше не контролируют воздушное пространство над аэропортом афганской столицы. Каким образом кто-то еще может теперь оттуда выехать, трудно себе представить. По информации источника Аль-Джазира, воздушная гавань Кабула перешла под полный контроль талибов. Ситуация в Афганистане обострилась, напомним, в мае 2021 года, после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет. За практически 20-летнее пребывание в Афганистане Соединенные Штаты потеряли более 2000 человек. Об этом заявил во время брифинга глава Центрального командования Вооруженных сил США СИТКОМ, генерал Кеннет Маккензи. Это не было легкой миссией, цитируя цену, которую мы заплатили 2461 убитый, среди американских военных и гражданских и более 20 тысяч раненых, сказал Маккензи. Президент Джо Байден 23 августа рассказал, что во время присутствия в Афганистане погибли 2448 американцев. Он отметил, что каждый день сверяется со статистикой потерь. «Эта карточка у меня с собой каждый день, кого мы фактически потеряли 2448 американцев мертвы, 20 722 раненых», указал глава государства. В свежие данные, озвученные Маккензи, вошли 13 американских военных, погибших в результате теракта возле аэропорта Кабула 26 августа. Тогда в толпе у входа в аэропорт взорвался террорист-смертник. Всего погибли не менее 185 человек. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». США в ответ нанесли несколько авиаударов по «Исламскому государству» в Афганистане. Войска США вошли в Афганистан после теракта, напомню вам, 11 сентября 2001 года. Тогда боевики аль-Каиды захватили четыре пассажирских самолета. Два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один в Пентагоне и один упал в поле Пенсильвании. Тогда погибли 2977 человек. 15 августа 2021 года боевики талибана вошли в Кабул, затем заявили об окончании войны. В тот же день президент «Исламской республики» Ашраф Гани покинул страну. Американская некоммерческая организация «American Humany» выступила заявлением, в котором осудила американские власти за то, что они не вывезли из Афганистана служебных собак. Можете себе представить? Собаки выполняли службу в армии. Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на американскую армию. Их ждут пытки и смерть от рук наших врагов, заявил глава организации Робин Ганцарт. Правозащитник призвал как можно раньше вывезти животных из Афганистана, чтобы спасти их от гибели. Министерство образования США начало расследование в отношении пяти американских штатов, которые запретили школьным округам требовать обязательного ношения масок для борьбы с коронавирусом. По мнению министерства, такие запреты дискриминируют учащихся с ограниченными возможностями. Министерство направило письма официальным лицам Южной Каролины, Тенны, Сиюты, Оклахомы и Айовы, которые запретили местным школьным округам вводить обязательный масочный режим. В письмах утверждалось, что штаты, возможно, мешают школьным округам удовлетворять потребности учащихся с ограниченными возможностями, которые подвергаются повышенному риску тяжелых заболеваний в случае заражения коронавируса. Ранее в этом месяце президент Байден заявил, что министерство образования воспользуется своими полномочиями, чтобы заблокировать попытки штатов помешать школьным округам, которые хотят ввести обязательное ношение масок. В некоторых штатах губернаторы-республиканцы, критически настроенные по отношению к президенту-демократу, считают, что ношение масок должно быть личным выбором родителей и семей. Основательница компании Theranos Элизабет Холмс, которая 7 лет назад стала самой молодой женщиной-миллиардером в мире, ей грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и обмане инвесторов. Ее компания разрабатывала универсальный прибор для диагностики заболеваний, но после многих лет ожидание оказалось, что это просто красивая коробочка. 31 августа в Федеральном суде Калифорнии начинается рассмотрение, уже началось, дело Элизабет Холмс и ее партнера Рами Шабалвани. Суд переносили уже 4 раза, трижды из-за пандемии коронавируса, а затем из-за беременности Холмс. Ожидается, что процесс продлится около трех месяцев. 37-летняя Элизабет Холмс, которую в начале 2010-х называли Стивом Джобсом в юбке, грозит до 20 лет тюремного заключения. Де-факто ее бизнес окончился в 2015 году после выхода серии статей журналиста Wall Street Journal Дона Каррейру. Он расследовал деятельность Theranos на протяжении нескольких лет, сумел доказать, что компания в условиях крайней закрытости и жесткости по отношению к собственным сотрудникам разрабатывает пустышку. В 2018 Каррейру написал главу «Дурная кровь» о деятельности Theranos, она стала бестселлером. Документальный фильм на ее основе снял канал HBO, один из главных игроков в мире на этом рынке. Производство и художественный фильм об истории Theranos. Элизабет Холмс там сыграет звезда «Голодных игр» лауреатка Оскара Дженнифер Лоуренс. Холмс выросла в столичном Вашингтоне в семье федерального чиновника и сотрудницы Конгресса. И согласно ее официальной биографии, с раннего детства мечтала изменить мир. «Все, чего я по-настоящему хочу, это открыть что-то новое», – написала она в письме своему отцу в возрасте 9 лет. Элизабет Холмс, отличием, окончила школу, поступила в престижный Стэнфордский университет, но бросила его, когда ей было 19 лет. В 2003 году она основала стартап под названием Theranos. Здесь объединены слова «терапия», «терапия» и «диагностика» – Theranos. Ее идея была крайне амбициозной – создать прибор, который всего по одной капле крови сможет ставить широкий спектр диагнозов. Дело в том, что Холмс говорила, что очень боялась прививок и шприцев, поэтому и поставила задачу диагностирования болезни по капле крови из пальца. Холмс никогда не скрывала, что она считает основателя Apple Стива Джобса своим кумиром. Создаваемую Theranos систему Edison она называла айподом в медицине, но утверждала, что вскоре этот аппарат появится в каждом доме. В 2007 году она пригласила на работу Theranos нескольких сотрудников компании Джобса, поручив им разработку дизайна прибора для анализа крови. Согласно планам Холмс, этот прибор должен иметь сенсорный экран, напоминающий iPhone, а для разработки его корпуса она пригласила известного в Кремниевой долине специалиста по промышленному дизайну Ива Байхара. О компании уже вовсю говорили на рынке. Холмс полностью сменила имидж. Она стала носить черные водолазки, в которых часто появлялся на публике Стив Джобс, и узкие черные брюки. В своих интервью она утверждала, что разработанная ей система анализов позволяет на самых ранних стадиях выявить ВИЧ-инфекцию и различные формы рака. В 2013 году Холмс подписала контракты об установке приборов Edison в сетях аптек Walgreens и супермаркетов Safeway в США. И в переговорах с их владельцами она первый раз серьезно пошла против истины, утверждая, что систему диагностики уже использовали в армии Соединенных Штатов, тогда как с ней там просто ознакомились. А также, что уникальная разработка позволит диагностировать смертельные заболевания еще до того, как это смогли бы сделать врачи. Доказательств этого у Холмс тоже не было. Цитирую, мы создадим мир, в котором больше никто не будет прощаться слишком рано, говорила тогда она. В длинном списке инвесторов Терренес всего за несколько лет оказались медиамагнат Руперт Мердок, экс-президент Билл Клинтон и Бетси Дэвис, Дэвис, простите, занявшая потом пост министра образования в кабинете Дональда Трампа. В совет директоров компании вошли бывшие госсекретари Джордж Шульц и Генри Киссингер, а также генерал Джеймс Мэттис, возглавивший при президенте Трампе Пентагон. Семейство Дэвис инвестировало в компанию 100 миллионов долларов, а общая сумма инвестиций тогда превысила 900 миллионов. В 2009 главой компании Терренес стал бизнесмен Ромеш Балвани. Как позднее стало известно, Холмс вступила с ним в интимные отношения, но об этом инвесторам не сообщалось. После подписания контрактов с Волгринс и Сейфэй капитализация стартапа достигла 9 миллиардов долларов. Холмс стала самой молодой в истории женщины, самостоятельно заработавшей более 1 миллиарда. Ее фотографии были на обложках ведущих бизнес-созданий США в журналах Forbes и Fortune. Журнал Time включил ее в список 100 наиболее влиятельных людей в Соединенных Штатах. Журналист Wall Street Journal Джон Каррейру изучал деятельность Терренес еще с 2000-х годов. Сначала с любопытством, а потом все с более нарастающим изумлением, как он позже писал в своей книге «Дурная кровь». В названии обыгрывается слоган «Терренес true blood» – «Настоящая или родная кровь». Из разговоров с бывшими и действующими сотрудниками, некоторых из них так боялись, что встречи организовывались на очень высоком уровне конспирации. Каррейру выяснял, что ключевых сотрудников в Терренес запугивали, ими манипулировали и напрямую угрожали, заставляли идти на подлог. Их увольняли и разрывали контракт на таких условиях, что любая огласка разорила бы их. Но самое главное, в Терренес ничего не получалось. Всего одной капли крови было критично мало для того, чтобы поставить достоверный диагноз. Результатами исследований манипулировали. В документах для инвесторов становилось все больше и больше откровенно неправдивой информации. 23 мая 2013 года в своем доме покончил с собой 67-летний биохимик Ян Гиббонс, основной разработчик технологии Терренес. На следующий день он должен был выступать в суде, защищая свою технологию от первых исцов. Согласно расследованию Wall Street Journal, опубликованному осенью 2015 года, разработки компании Терренес давали неверные результаты, что приводило к массовым постановкам ложных диагнозов. У пациентов ошибочно диагностировали, в том числе, ВИЧ и рак. Последователи новой судебной иски одним из источников издания стал внук бывшего госсекретаря Джорджа Шульца, Тайпер Шульц, который входил в совет директоров компании. Это он первым заявил, что технология, предлагаемая Терренес, попросту не работает. В ноябре 2016 сеть супермаркетов Walgreens подала на Терренес в суд, объявив компанию о нарушении условий контракта и потребовав вернуть инвестиции в размере 140 миллионов долларов. В 2017 процесс закончился мировым соглашением, согласно которому Холмс должна была выплатить чуть меньше 30 миллионов. В марте 2018 года Элизабет Холмс объявила о закрытии компании и добилась мирового соглашения с Федеральной комиссией по ценным бумагам США – СЭК. Это обошлось ей в 500 тысяч долларов и десятилетний запрет на то, чтобы занимать руководящие должности в публичных компаниях. Но уже летом 2018 прокуратура Северного округа штата Калифорния после собственного расследования деятельности Терренес предъявила обвинение в мошенничестве Холмса и ее партнеру Балвани. К этому времени пара уже рассталась и оба добровольно сдались ФБР. Их отпустили под дозалог. Холмс и Балвани не признают свою вину. И, как утверждают источники агентства Bloomberg, Холмс намерен утверждать во время суда, что к мошенничеству склонил Балвани, оказывая на нее моральное и даже физическое давление. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся к передачу.